Некоторые депутаты, по решению большинства, состоящего в основном из фракции партий регионов, в состав комиссии, в которых они работали, не попали. В связи с этим депутатская группа будущей Одессы выступила с заявлением. Неудобного сегодня представителя нашей депутатской группы исключают из земельной комиссии, дабы он не поднимал вопросы, такие как подобные аэропорту, и любые другие вопросы, которые сегодня вредят территориальной громады. Лишние доказательства того, что правды сегодня не хотят слышать в комиссиях Одесского городского совета. Наша группа, группа будущей Одессы, отзывает все свои заявления и оставляет за собой право подавать в суд и обращаться в прокуратуру о незаконности подобных решений. Спасибо. Против определения большинством, в какой комиссии тому или иному депутату можно работать, а в какой нет, выступили и другие, присутствующие на заседании. То, что мы увидели сейчас, это введение крепостного права, то есть запрет на переход депутата из одной депутатской комиссии в другую. Это просто средневековье, которое у нас под стенами нашего зала здесь начинает процветать. Далее секретарь городского совета попытался поставить на голосование вопрос персонально по председателю депутатской комиссии по социальной политике и труду Анатолию Балинову, на что депутат, взяв слово, еще раз пояснил позицию группы будущей Одессы и свою позицию о происходящем в зале. В рамках того, что произошло и в рамках решения группы, я, естественно, отзываю свое заявление. Здесь говорили об исторических аналогиях, юридических аналогиях, у меня некое доживю происходит. Я это переживаю второй раз. И первый раз я это переживал в первую свою каденцию. При Эдуарде Ивовиче Гурвице. Тогда тоже большинство фактически ломало через колено депутатов с комиссиями. Точно так же мой коллега Дмитрий Танцюра не мог работать в той комиссии, в которой он хотел работать. Разгоняли целиком земельную комиссию без объяснения причин. Я еще раз повторюсь, от всей этой истории с комиссиями очень дурно пахнет. И мне особенно тревожно, потому что я боролся, и вы боролись, Алексей Алексеевич, с этим, что эти времена просто возвращаются в этот сессионный зал. Я думаю, что всему депутатскому корпусу и большинству так называемому стоило бы задуматься о том, что происходит. На этой, можно сказать, скандальной ноте сессия завершила свою работу. Следующее сессионное заседание предварительно намечено на 12 сентября. А уже 26 июля состоится очередное заседание исполнительного комитета.